Букер тоже. С вами изучение Аллахот Шаббат. Я радуюсь, что двери, Турай, Лим, Шмат, Конь, Ферму, Хванам. Абья, Тирушим, Морхамим, Буруха, Бедзин, Буруха, Бадмазо, Ласхадам, Исрух, Бедзин, Швелон, Баарет, Убаула. Говорит Аллахат, что у нас человек не имеет права говорить сгою, чтобы он сделал для него на Шаббат то, что ему самому нельзя делать. И неважно, это запрет по Торе или по мудрецам, то, что не имеет права делать на Шаббат человек, человек не имеет права говорить сгою, чтобы он для него сделал. Вопрос, почему это запрещено, есть несколько причин. Одна из причин, чтобы Шаббат не был в глазах человека, как простой день. Что он скажет? Что он человек, что я человек, что у него руки и ноги, такие у меня руки и ноги. Поэтому, говорит Аллаха, чтобы тебе не казался Шаббат слишком простым и легким днем, не имеешь права говорить сгою, чтобы сделать для себя то, что ты сам не можешь это сделать, чтобы ты потом сам это не сделал. Дальше, кроме этого, мы вчера с вами проходили, что есть запрет говорить в Шаббат будние слова, ведобердавар, здесь он говорит ему что-то сделать, нарушить Шаббат, не имеет права говорить про это вообще на Шаббат. И другое мнение есть, которое говорит, что, да, у нас в основном закон Чалиах, то есть, человек, который хочет сделать митцву, не может сам послать посланника. Закон посланника для исполнения митцвы относится к евреям. Но есть, говорят, что даже для Гоя этот закон действует. И получается, что если я сказал Гоя, чтобы он сделал что-то для меня на Шаббат, сейчас я послал человека, чтобы он нарушил митцву по Тори, нарушил Шаббат, не дай Бог, и он считается как мой посланник, поэтому не имеет права человек это ему говорить. Вопрос, который спрашивают, Ахамим спрашивает, говорят, такой вопрос. Окей, говорить нельзя. Могу я до Шаббата написать на бумажке, что для меня Гоя, чтобы сделал, а потом в Шаббат ему эту бумажку показать? Говорит, я ничего не буду. Он сам увидит, сам поймет. Говорит, Араха не имеет права. Другой вопрос. Имеет ли право человек, скажем, на дрессированной собаке, или на дрессированной обезьяне, сказать или намекнуть, вернее, чтобы она включила, скажем, ему свет на Шаббат? Имеет право или нет? Говорит, Араха имеет право, но есть там одно условие. Какое условие? Что эта собака или эта обезьяна не его. Если она не его, имеет право ей это намекнуть, чтобы она это сделала. Но если она его, у нас есть запрет для работы животных человека. Какое запрет? А? Он знает, что она на дрессированной. Дрессированная. Пришел его друг с обезьяной, на дрессированной. Он может ему сказать, почему у нас есть запрет, как мы знаем, человек не имеет права отдавать своих животных, быков, коров, ослов, как это раньше было, пахать или работать на них. Как человек должен отдыхать в Шаббат, так у него есть места, чтобы его животные тоже отдыхали на Шаббат. Поэтому, если это обезьяна на дрессированной его, он ей не имеет права намекнуть или дать задание, чтобы она нарушила для него Шаббат. Но если не его, иметь право, або рука донай леолам. Амен де, амен.